Добрый вечер! Сегодня у нас маленькое отступление, поскольку я посмотрела в комментариях и мне задавали вопросы об источниках вдохновения. Естественно, я дополнительно еще подготовлю информацию отдельно о фэшн-трендовых агентствах, которые занимаются предсказанием моды, и отдельно подготовлю материал о выставке. А сейчас хочу поделиться таким инструментом, который я открыла для себя приблизительно около двух лет назад и, в общем-то, пользуюсь им непрерывно. Это называется инструмент Pinterest. Это социальная сеть. Она появилась в Америке и основана она на том, что вы собираете пины, это картинки, и формируете их в доске. По сути, Pinterest – это всемирный каталог идей. В общем-то, это и есть их основной девиз, и он таковым является, где вы можете найти кучу-кучу разных картинок и при этом собрать их как в скрапбукинге, в какие-то блоки. Очень интересно это в том плане, что вы можете формировать любые блоки по вашим интересам. Они совершенно не зависят от каких-то внешних факторов. Все только ваша фантазия. Очень удобное приложение работает оно как через браузер. Я, например, пользуюсь Google Chrome. У меня всегда все прекрасно работает. И также это приложение прекрасно работает на мобильном. Под Android и под Apple. То есть вы можете загрузить. Очень удобно просматривать какие-либо картинки и собирать. Давайте я вам покажу, как это выглядит, чтобы вы понимали. Есть сеть Pinterest. Она есть на русском языке, но в массе своей на английском. Кстати, нужно понимать о том, что поскольку Pinterest произошел из Америки, лучше всего пользоваться английским языком для того, чтобы создавать доски, делать какие-то описания и давать поиск. Когда вы открываете Pinterest, вы видите вот такую картинку. На этой картинке собраны пины, которые социальная сеть вам рекомендует, потому что они соответствуют вашим интересам. Вы уже прикалывали себе на доске что-то похожее, либо искали, давали поиск похожий. То есть она интуитивно это находит. Создаете свой личный профиль, аккаунт. Вот, например, мой аккаунт. Видно, что у меня много досок, много пинов. Лайки это ставят другие люди, что у меня есть подписчики и я тоже на кого-то подписана, соответственно. Здесь вы создаете тематические доски. Доски могут быть самые-самые разнообразные по любым темам. То есть у меня есть там как гномики, так и какие-либо совы. Здесь же я, например, могу создавать какие-то тематические доски для работы, когда мне нужно какое-то вдохновение. То есть я могу собрать что-то в оригинальном крое, что-то связанное с темой самураи. Может быть, я подбирала принты на тот момент, какие-то тематические рыбки или еще что-то. Ну, вот, например, по нашей теме я тоже делала подборки. Вот она доска, которая отражает технические эскизы трикотажные. И вот как это выглядит. То есть у меня много-много здесь пинов. То есть каждая картинка – это пин. Я могу ее открыть и посмотреть более детально. Когда я открываю пин, я вижу все, что изображено на этой картинке. Также я вижу, откуда она ко мне пришла. Могу подписаться на источник, откуда это происходит. Здесь показано, на какой доске она у меня сохранена. И также на каких досках еще другие пользователи сохраняли этот пин. И далее Pinterest, он умный, он очень хорошо ищет похожие вещи. То есть он посмотрел, что я выбрала, что мне понравилось. И ищет что-то похожее тому, что я сейчас смотрю на картинке. То есть там какие-то аналоги. Помимо того, что он сам ищет какие-то аналоги, вы можете его попросить. Сказать то, что, знаешь, дорогой, мне очень понравился, например, вот этот джемпер. Я бы хотела, чтобы ты мне нашел какие-то еще аналоги, которые существуют у тебя внутри системы. И он будет искать что-то похожее. Ну, не всегда это прям вот супер попадание, но иногда действительно помогает, когда вы нашли какую-то интересную картинку, и она вам понравилась, и вы не можете найти какой-то аналог этой картинки. Значит, что здесь еще очень интересное есть, вы можете, например, выбрать какого-либо человека, либо какую-либо доску, либо какую-либо тему, и подписаться на нее. И вам, соответственно, будут приходить уведомления. Вы можете настроить уведомления там, либо на почту, либо просто в Pinterest они будут отображаться. И вы будете видеть, что обновляется. То есть вот у меня, например, подписка на Fashion Sloops Visionary. И вот они там предлагают на следующий сезон, с принцем 18, тему колония. И вот для того, чтобы ее сформировать, они вот уже делают какую-то подборку. Вот она таким образом выглядит. И уже я могу посмотреть, что же они планируют на сезон весна-лет 18 года. Такие вот подписочки. Вы их сами можете совершенно формировать и определять, что вам нужно. Также на вас кто-то может подписаться. То есть это очень просто. Здесь очень гибкие настроечки. Вы можете сделать настройки аккаунта, то есть по профилю, там ваше имя. Желательно выбрать один раз, потому что если вы поменяете, и на вас кто-то подписался, то потом вас человек не найдет. Настраивайте все уведомления. Если не хотите, чтобы что-то вас беспокоило, приходило на почту, на телефон, сразу отказывайтесь. Мне, в принципе, удобно, когда мне говорят о том, что у меня что-то произошло. Лента тоже показывает, что происходит. Есть интеграция с социальными сетями. Это отдельная тема. Это больше полезно для тех, кто занимается Пинтерестом, как маркетологи. И вот приложения тоже в настройках. И еще есть очень интересная функция социальной сети. Помимо того, что вы формируете вот эти досочки, вы можете подбирать те картинки, которые существуют уже в Пинтересте, которые вам предлагаются, либо задавать какие-то темы, которые хотите. Вот желательно только писать на английском. Например, тема вязания. Вот мне она нравится, и я хочу посмотреть, что бы мне Пинтерест предложил по этой теме. Но если, например, я здесь что-то не нахожу, а нахожусь в поиске в интернете. Вот у меня Google. Я искала какие-то технические эскизы, которые мне были интересны. Вот я его нашла и думаю, ого, классный вообще технический эскиз. Хочу его себе сохранить на доску. Есть такая кнопка, называется PIN-IN. Приколоть PIN. Вы на нее нажимаете, и Пинтерест автоматически считывает все, что вы видите на картинке. Вот то, что у вас открыто в окошке браузер. Вы можете совершенно спокойно сказать «сохранить». Он немножечко думает. Выбираете доску, на которую вы хотите сохранить. Доска, например, Technical Sketch. Хорошо. Сохранили, пожалуйста, туда. И ваша картинка автоматически помещается на вашу доску в Пинтересте. Это очень-очень удобно. Это можно делать как из самого поисковика, точно так же и с сайтов. Если вам что-то понравилось, вы говорите «сохранить». И выбираете. Типа, вот мне очень понравилась вот эта вот картинка. Хочу ее себе сохранить на какую-то, опять же, из досок. Вот. И сохраняйте. Если же вы планируете более глубоко заниматься Пинтерестом и использовать его не только как личный инструмент для вдохновения и подбора картинок, то вы можете познакомиться с такой замечательной книжкой. Называется она «Пинтерест для бизнеса». Бет Хайден ее написал. Издательство Manvanoff Server. К сожалению, ее достаточно сложно найти в печатном виде, но вы сможете найти ее в электронном. Здесь очень подробно рассказывается о том, как использовать Пинтерест, особенно для маркетинга, то, что он действительно является деятельным инструментом. И очень четко показано, как привлекать целевую аудиторию, как трафик на свой сайт привлекать. Вот. Очень-очень ее рекомендую. Здесь намного будет интереснее, чем если я буду рассказывать. И большое спасибо за внимание. Надеюсь, что информация была для вас полезной.